Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем беседы по второй книге Паралепоменон. Сегодня мы будем читать 27 главу. Это небольшая глава, она насчитывает только 9 стихов. В этой главе рассказывается об Иоафаме, царе иудейском. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. То есть он, наученный на горьком примере своего отца, боялся даже заходить в дом Господень, потому что помнил о том, как Господь покарал проказы его отца. Народ продолжал грешить. О чем это? О том, что нравственное состояние тогдашнего общества нуждалось в исправлении. И задача царя заключалась в том, чтобы правильно направлять свой народ к покаянию, к духовному возрождению. За его благочестие Господь попустил ему осуществить некие такие грандиозные проекты. Мы читаем. Он построил верхние ворота Дома Господня, и многое построил на стене Афела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Башни — это в основном сторожевые башни, так называемые сторожевые башни или пограничные. Далее мы читаем. Он воевал с царем Аманитян и одолел их. И дали ему Аманитяне в тот год сто талантов серебра и десять тысяч коров пшеницы и чменя десять тысяч. Это давали ему Аманитяне, то есть платили дань, и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Что значит пред лицом Господа Бога своего? Имеется в виду, что он всегда помнил о том, что над ним есть око видющее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все его деяния. Вот это означает жить пред лицом Божьим, то есть жить как бы в присутствии Бога. Все мы находимся, конечно, в присутствии Бога, потому что Бог вездесущ, но не всегда мы это осознаем и не всегда мы об этом помним. И седьмой стих, и далее. То есть здесь никаких претензий к нему в этой летописи нет. Он хорошо начинает свое правление, он продолжает его пред лицом Божиим и оканчивает свою жизнь, передав власть своему сыну. Субтитры создавал DimaTorzok